Парнокопытная, получившая прозвище Азиатский Единорог. Весатый хищник, способный посоревноваться даже с опытными рыболовами, а также редчайший представитель китообразных. Знаете, что объединяет всех этих животных? Крайне малый шанс встретить их в неволе. Взглянем на них и не только. Сегодня я покажу вам самые редкие породы и виды животных в мире. Рыжий волк Данный вид является самым редким среди псовых, хотя так было не всегда. Раньше он населял большую часть востока США, от Пенсильвании до Техаса, но в 20 веке из-за истребления и разрушения среды обитания рыжие волки оказались на грани вымирания. Их ареал сперва сократился до крайнего юго-запада Луизианы и юго-востока Техаса, а к концу 70-х годов они окончательно исчезли в дикой природе. Сохранились только особи в зоопарках и питомниках. Люди это заметили и начали в один голос трубить, что они наделали нечто ужасное. Якобы волков нужно скорее спасать, и так дело не пойдет. Вот только сделать это было не так просто, как может показаться. В жизни так не работает, что ты можешь истреблять животных, а потом по щелчку пальцев все восстановить до прежнего уровня. Ни ученые, ни, наверное, сами рыжие волки не понимали, кто они такие. По форме социальной организации – волк. По внешности – койот. Большую смуту вносили и гибриды. В США в то время в каждом штате было по несколько подвидов койота-волков – кайволков. Они с рыжим волком настолько похожи, что отличить одно от другого можно было только по ДНК-тесту. Люди, как я уже сказал, опомнились и начали восстанавливать их популяцию. Таким образом, сегодня в мире более 250 представителей вида, что подает хотя бы небольшие, но все-таки надежды. Представляю вашему внец. Альтернативное название этого редкого косолапого – Мазалай. Он является подвидом бурого медведя, который живет в пустыне Гоби в Монголии. По последним данным, полученным учеными, в природе остается около 20-30 особей этого вида. Но даже без такой маленькой популяции этот подвид все равно считался уникальным. Не каждый день можно встретить мишку, прогуливающегося по пустыне. Зачем вообще они сменили свою родную среду обитания? Это место имеет дурную славу из-за резкоконтинентального климата и скалистопесчаного ландшафта. Зимой температура окружающей среды в пустыне падает до минус 40 градусов Цельсия, а летом воздух прогревается до плюс 45 градусов Цельсия. А еще погода здесь меняется просто как ей захочется. Амплитуда температур может достигать 35 градусов Цельсия. И вы зададите логичный вопрос. А как такое крупное животное уживается в этой среде? Ведь тут даже мелким зверушкам тяжело чего там говорить про медведя. И ведь забавно, но у нашего косолапого нет никаких суперспособностей. Разве что он куда меньше, чем его собратья. И больше походит на дворовую собаку, нежели на мишку. Когда обычные косолапые весят под 40 килограмм, этот будет весить 50-100. Радует лишь то, что популяция постепенно увеличивается. И к 2022 году она стала насчитывать 51 медведя. Да, все идет не так быстро, как хотелось бы, но все же это лучше, чем ничего. Потому что неравномерное соотношение самцов и самок в купе с низким генетическим разнообразием и высокой степенью скрещивания близкородственных форм сильно замедляют процесс размножения популяции. Толстяк Отис. Кстати, а вы знаете, какой представитель бурых медведей является самым крупным? Такое звание в 2021 году получил мишка по кличке Отис, который живет в заповеднике на Аляске. Там среди медведей проходил полноценный конкурс, где Отис выступал под номером 480. Чемпиона среди бурых медведей выбирали посетители местного сайта. Подобное соревнование там проводили не впервые, оно у них ежегодное, и толстяк Отис побеждает на нем в четвертый раз, несмотря на то, что ему уже 27 лет и с каждым разом ему все труднее охотиться. Что ж, надеемся, что он победит снова, ведь большой вес у мишек, в отличие от людей, это признак здорового организма и сладкой эффективной спячки. Во сне организм медведей расходует почти 4000 калорий в день, поэтому для успешной зимовки животные специально наедают лишние килограммы. Кошка-рыболов Вы когда-нибудь слышали о таком виде? Да-да, это именно отдельный вид, а не характеристика всех кошек и котов в целом. Она является дикой и живет на юго-востоке Азии. Как вы уже догадались, эта представительница кошачьих особенно хорошо плавает и ловит рыбу. Взрослая особь обычно весит от 10 до 15 килограммов при средней длине тела в 110 сантиметров, что является идеальными габаритами для плавания и охоты. Водоотталкивающая шерсть служит водолазным костюмом в модном леопардовом принте. Короткие, но мощные лапки с перепонками созданы, чтобы рассекать жидкость с элегантностью синхронисток. А широкий и плоский нос устроен так, что вода в него не заливается ни под каким обстоятельством. В общем, это другой уровень охотника, до которого остальным особям еще далеко. Она свободно покоряет как воду, так и сушу, ведь она обладает просто невероятно сильными челюстями. Остроты ее зубов в совокупности с силой хвата вполне хватит на то, чтобы прокусить ладонь человека насквозь. У столь эффективного убийцы есть лишь один естественный враг – леопард. Но даже несмотря на превосходство в массе, и он, бывает, терпит поражение от бесстрашного кота. Вот только тут есть одна незадача. Кошка-рыболов не может приспособиться к миру, который создает человек, поэтому ее ареал сокращается с каждым осушенным болотом. Малая львиная собака. Эту породу декоративных собак вы узнаете из тысячи. Благодаря традиционной стрижке она имеет вид маленького льва с густой гривой. Считается, что история собачки восходит еще ко второму веку, но это не точно. Там все настолько сильно переплелось, что разобраться в этом вряд ли когда-то удастся. Важно знать лишь то, что раньше эти собаки были эталоном стиля и моды, но с появлением мопсов и кинг-чарльз-спаниелей ситуация кардинально изменилась. Поголовье домашних львов резко уменьшилось. В 1960 году они и вовсе попали в Книгу рекордов Гиннесса как самая редкая порода собак. Восстановить популяцию хотя бы немного людям удалось, но это не исправило общего положения. Собачка так и не вернула большой спрос к себе, отчего ее разведением занимаются считанные единицы. Наверное, большую роль в этой истории играет то, что без особой стрижки эта львиная собака – обычный мохнатый пес. А регулярно тратить много денег на личного грумера может себе позволить не каждый. Заднюю часть песика бреют машинкой, а на груди и лапах оставляют длинную шерсть, что создает двойные проблемы. Зимой собаки мерзнут, а в остальное время густой мех быстро пачкается. В общем, это собака-проблема, спрос на которую по понятным причинам упал, хотя кому-то они все еще нравятся. Саола Саола – это вид парнокопытных, который открыли лишь в 1992 году. Данное открытие, кстати, стало одним из ключевых своего времени. При этом произошло оно случайно. Ученые просто решили прошерстить леса Вьетнама, как вдруг им на глаза попалось какое-то странное парнокопытное, которого они раньше нигде не видели. Никто из членов экспедиции поначалу вообще не верил своему счастью. Зверь напомнил микс антилопы и козы. Его длинные рога настолько впечатлили местных, что те ласково прозвали животное азиатским единорогом. А вот телосложение у Саолы далеко от идеалов грации. Грузная тушка, короткие ноги, бочковатое пузо. Вся эта красота вырастает примерно до метра в холке и отъедается до ста кило. Вот поэтому ученые все в один голос и заявили – Саола – это корова! И нет, это не было оскорблением в адрес животного. Это генетический факт. Покопавшись в генах таинственного копытного, люди узнали, что близкий его родственник – это буренка. Но как кто-то отделился от классических коров и стал жить в столь крошечном ареале, где его практически нереально обнаружить? Это остается загадкой. При первой встрече людям удалось узнать, что Саолы, скорее всего, ведут одиночный образ жизни, либо собираются в небольшие стада. Возле глаз коровки из джунглей располагаются пахучие железы, которые, скорее всего, играют важную роль в обозначении территории. А что вы скажете про этого котика? Возможно, вы подумали – да чего же милое создание! Однако, на самом деле, на ваших экранах умелый охотник, которого стоит опасаться. Многие люди при выборе домашнего питомца в первую очередь обращают внимание на его габариты и внешний вид. Если судить лишь поэтому, то барханные коты, о которых я вам сейчас расскажу, будут явными фаворитами и любимчиками большинства. Но, как всем известно, просто в жизни ничего не бывает. Эти создания хоть и чрезвычайно милые, но в то же время довольно опасные и сильные. Живут они буквально в адских условиях пустыни Сахара при температуре воздуха в 55 градусов по Цельсию. Бегают же коты по песку, который раскаляется до всех 80 градусов. К слову, именно для существования в таких условиях мать природа наделила этих котов специальной шерстью на лапках, которая защищает их от ожогов. Что еще следует из их мест обитания, так это то, что такие коты могут довольно долго существовать без воды. Влагу кошка получает из пищи. В основном в ее рацион входят тушканчики, мелкие грызуны, ящерицы, также пауки и прочие насекомые, которых она может отыскать. Из необычного стоит отметить, что этот кот также охотится и на змей со скорпионами. Ставьте лайк, если раньше не могли и подумать, что такое вообще возможно. В охоте на ядовитых существ барханному коту помогает его скорость, которая в рывке доходит до 40 километров в час. Кошки этого вида ведут ночной образ жизни, днем пережидают жару где-то в теньке, а как только солнце заходит за горизонт, выползают на охоту. Но и здесь все не так просто. Перед тем, как покинуть убежище, эти создания будут тщательно и аккуратно исследовать территорию вокруг, чтобы обстановка была безопасной. Что любопытно, перед возвращением домой эти коты поступают аналогично. У барханной кошки отлично развит слух, что помогает ей и в охоте, и в защите. Черноногая кошка. Еще один милый и, на первый взгляд, безобидный комочек счастья, который так и хочется взять к себе на руки и полоскать. Но кто бы, глядя на это существо, мог подумать, что на самом деле перед нами одна из самых опасных кошек в мире. Обитает это существо в южной части Африки, имеет маленькую мордочку, небольшие размеры тела, а также милый внешний вид. Однако статистика говорится всем об обратном. Ни один день в жизни этих котов не обходится без охоты. Ежедневно они расправляются с большим количеством добычи, чем леопарды за полгода. Открою вам секрет. Все дело не в том, что эти кошки чересчур кровожадные, а в том, что из-за их маленьких габаритов и быстрого метаболизма, их организм постоянно требует пищи. Вот им и приходится ежедневно добывать пропитание. Для сравнения, тем же упомянутым ранее леопардом, одной крупной дичи хватит где-то на 10 дней. Черноногие же кошки имеют поразительную эффективность. По статистике, два из трех нападений оказываются успешными. В среднем за одну ночь кошка лишает жизни 14 мелких животных. Для охоты эти хитрые и быстрые создания могут использовать несколько разных методов. Первый известен как быстрая охота. Кошки моментально выпрыгивают из высокой травы, бросаясь на ничего не подозревающую жертву. Другой метод заключается в более осторожном применении силы, когда кошки тихо наблюдают и аккуратно подкрадываются к своей добыче. Если эти опасные и сильные коты вас не впечатлили, что, конечно же, маловероятно, я предлагаю взглянуть на очень редкие породы в мире. Поверьте, это лучше не пропускать. И начнем сразу с уникальной и в то же время древней породы, которая окружит своей красотой и лаской любого хозяина. Я говорю об ангорской кошке. Предки этих изумительных созданий были дикими котами. Они выглядели не столь роскошно, однако многочисленные мутации сделали свое дело. Они подарили этим кошкам белоснежную и пушистую шерсть, в которую хочется уткнуться лицом, а также разноцветные глаза. По стечению обстоятельств особенно много таких кошек завелось в Турции, отчего происходит еще одно название породы – турецкая ангора. Там, к слову, этих любимчиков даже дарят в качестве подарка на свадьбу. Настолько эта порода считается великой и важной. На фоне этого, кстати, эти кошки не покидали пределы своей родины, поскольку власти строго запрещали их экспорт в другие страны. Хоть эти красавчики и преобладают в белоснежном оттенке, также можно встретить ангору черного, красного, дымчатого и кремового цветов. Норвежская лесная Происхождение этой милейшей породы окутано сразу множеством легенд и верований. Кто-то считает, что кот именно этой породы в свое время сопровождал Тора, а позже викинги брали этих котов с собой на корабли, чтобы те выполняли непростое, но очень важное поручение – ловили крыс и мышей. Ученые думают, что норвежская лесная произошла от нашего прошлого гостя – от ангорской кошки. Тех ребят завезли в Норвегию примерно в 16 веке, и вот так получились лесные. Они вобрали в себя все самое лучшее от турецких гостей, а также научились приспосабливаться к не самому простому местному климату. Представители этой породы могут похвастаться своим мускулистым телом и длинными лапами. По характеру об этих котах можно сказать, что они довольно спокойны и уравновешены. Отличаются высоким интеллектом и шикарно ладят с людьми. В общем, как и практически все другие кошки на нашей планете. Однако, что их отличает от большинства, так это обостренный охотничий характер. Этот аспект забывать не стоит, поэтому в идеале бы жить с этим котом где-то на даче, чтобы тот мог бегать и выплескивать свою энергию. Да и грызунов с ними бояться не стоит, норвежская лесная кошка покоя им точно не даст. Бомбейская кошка А эта малышка – вылитая пума, только мизерных размеров и с добрым взглядом. Сегодня бомбейские кошки – одни из самых редких во всем мире. Зародились они в США в 1950-х годах. В среднем весят от 3 до 6 кило, а их рост составляет 25-30 сантиметров. Для скрещивания заводчики выбрали черных американских короткошерстных кошек и соболиных бурманцев. Эксперимент длился несколько лет и, наконец, в четвертом поколении родились маленькие пантеры с плотной угольно-черной блестящей шерстью и янтарными выразительными глазами. Во всех житейских вопросах эти малыши совсем не привередливы. У них отличное здоровье, крепкий иммунитет, высокий интеллект, спокойный характер и так далее. Короче говоря, полный набор для хозяина, который не хочет много париться с уходом за питомцем. Из любопытного про них можно выделить то, что они совершенно не переносят одиночество. Спят в развалку, а не в клубочке, и достаточно долго живут – до 20 лет. Египетская Мау Порода кошек, которой по меньшей мере несколько тысяч лет. В переводе с египетского порода буквально означает «кошка». Этих котов обожествляли местные жители. Если дома был пожар, в первую очередь выносили именно любимую кошку Мау. И их можно понять. Вряд ли какой-нибудь человек прыгнет на 180 сантиметров из положения стоя, верно? А египетские Мау так могут. Помимо высоких прыжков, они выделяются и высокими скоростями. Эти создания могут развивать скорость до 50 километров в час. Как вы уже могли заметить, у этих ребят отличительный, очень красивый пятнистый окрас. Так вот, его они получили не искусственным путем. И это единственная подобная порода кошек во всем мире. Бурмилла Если предыдущая порода является древней и несет за собой целый исторический пласт, в котором можно разбираться неделями, то вот эти котики зародились в 1981 году. Причем произошло это случайно. Первые эти коты появились на свет из-за случайной вязки бурманской кошки и персидского кота окраса серебристая шиншилла. Девушка, которая занималась разведением животных, оценила получившийся экземпляр и специально продумала особую программу по разведению этих милых созданий. Отличить этих красавчиков легко и просто. Главной фишкой являются их выразительные и глубокие глаза. Зрачки имеют четкую окантовку. В основном они зеленого цвета, но встречаются и другие, например, янтарные. Бурмиллам неважно путешествуете вы, живете с ними на даче или в квартире. Главное, чтобы хозяин был один и никуда от животного не уходил. Редкость породы обусловлена их новизной и еще малым количеством приютов, готовых выводить бурмил. Вполне вероятно, что через некоторый промежуток времени их станет сильно больше. И это не может не радовать. Ведь кто бы не хотел иметь у себя дома такое милое, пушистое и грациозное создание. Какой из этих котов удивил вас больше всего? Напишите в комментариях. Ну а далее я покажу вам настоящих гениев животного мира. Художник. Слоны считаются невероятно умными животными, но вам стоит знать, что они еще и крайне талантливые. Взгляните на эту слониху по кличке Суда. Она живет в Таиланде, где является местной знаменитостью, ведь она умеет рисовать. Она берет кисточку хоботом и аккуратно наносит линии на бумагу. Причем это далеко не бессмысленная размазня. Суда рисует полноценные картины. Например, тут она нарисовала себя, да еще и подписала рисунок на человеческом английском языке. Честно, в такое верится с большим трудом. Просто невероятно, насколько животные могут быть гениальными. Суда рисует и другие картины. Посмотрите на этот процесс. А пока смотрите, я расскажу вам, как Суде удалось это все нарисовать с физической точки зрения. Несмотря на то, что хобот слона может весить более 100 кило, картины Суды очень аккуратные и изящные. Это потому, что в хоботе слона находится около 100 тысяч мышц. Это примерно в 100 раз больше, чем мышц во всем человеке. Благодаря этому слоны могут использовать свой хобот как для тонкой работы, так и чтобы разнести что-нибудь. Своим хоботом они могут как рисовать, так и вырывать деревья с корнями. Такие вот слоны удивительные. Перейдем к другим гениальным животным. Первая на очереди – это чайка. Видимо, она посчитала, что воровать еду у людей слишком трудно. Поэтому решила проблему гениальным путем. Она поняла, что еда находится в продуктовом магазине. Зашла внутрь и стащила пачку чипсов, которую тут же раскрыла и начала есть. А вот еще одно видео. Что-то мне подсказывает, что это та же птица. Пинг-понг. Как думаете, смогли бы обыграть этого шимпанзе в пинг-понг? Не знаю, как вы, а я вряд ли. Играет он лучше многих людей. С этим трудно поспорить. Конкретно в этом матче счет составил 2-2. Но ведь мы увидели лишь небольшой отрывок. Кто знает, может, примат одержал победу. Судя по тому, как классно он играл, это возможно. Шимпанзе, играющий в пинг-понг, это, конечно, круто. Но что вы скажете насчет животного за рулем автомобиля? И нет, оно не просто сидит за рулем. Оно именно управляет машиной. Это невероятно, но факт. Взгляните на этих псов. Это Монти, Джинни и Портер. И на этих кадрах они действительно едут на машине. Они сдают на права. Собаки сами заводили машину, нажимали на педаль тормоза, переключали передачи, рулили, контролировали скорость и внимательно следили за дорогой. Это никакой не пранк. Все было по-настоящему. Портер, которого показывают сейчас, даже преодолел поворот, хоть и съехал на газон в конце. На права хвостатый водитель сдал. Но как это вообще стало возможно? Оказывается, животных учили управлять автомобилем в течение пяти недель на специальной тележке, имитирующей машину. А затем еще три недели за рулем реального автомобиля. Баскетбол. А это Джамал, обезьяна с Филиппин, которая вполне вписалась бы в какую-нибудь баскетбольную команду. Посмотрите, как хорошо она играет в баскетбол. Благодаря невероятной прыгучести она делает Слем Данк не хуже звезд NBA. Да, конечно, кольцо, мяч и корзина тут не совсем такие, как в настоящем баскетболе. Но, как по мне, и это смотрится невероятно круто. Питье. Видимо, хозяева этого кота забывали поить его. Ну или ему просто было недостаточно воды. Поэтому он решил проявить смекалку. Он наблюдал за людьми, понял, как именно работает кулер. И теперь может в любое время утолить жажду, не дожидаясь, пока хозяева нальют воду ему в миску. А вот еще один пушистый водохлеб. Этому коту больше нравится проточная вода. Кот утолил жажду, да еще и порядок за собой навел. Он сам закрыл кран, чтобы не расходовать воду почем зря. Он проверил, не течет ли больше вода, и только после этого ушел. И нет, это не была случайность. Хозяева этого смекалистого пушистика говорят, что он так делает очень часто. На что способны попугаи? Многие сразу вспомнят о том, как они умеют разговаривать, имитировать звуки и даже вести небольшие диалоги. Все так. Но еще они мастера по взлому замков. Ну, по крайней мере, этот пернатый по кличке Смадж точно. Его хозяин ставит перед ним небольшие дверцы с разными типами замков, дает задачу открыть дверь, и Смадж справляется с этим без особого труда. Если надо, он что-то подкрутит или что-то достанет, и после откроет замок. Будет надобность, может открыть засок. В конце концов, может поднять дверь, подкрутив подъемный механизм. Да он даже с ключами умеет работать и подбирать нужный ключ под конкретный замок. Интересно, а хозяин держит его в клетке? Ведь если Смадж способен на такое, то и побег из клетки не должен стать для него проблемой. А на этом все. Напишите в комментариях, какое животное больше всего впечатлило вас своими умственными способностями и талантами. Спасибо за просмотр.